Таиф Ралли Тим и студия Bayer представляют легендарное ралли Саарема по дорогам одноименного острова, входящего в состав эстонского государства. Полторы сотни экипажей в десяти зачетных группах прибыли на Саарему завершать раллийный сезон 2013 года и среди них больше двух десятков российских пилотов. Подробности с Сааремы Ралли 2013 смотрите прямо сейчас в программе студии Bayer. Видеоскоп. Осенью погода на острове в Балтийском море редко бывает курортной. Поэтому, когда в день официального открытия ралли Саарема 2013 над островом сконцентрировалась солнечная погода, все без исключения были довольны. Все-таки ехать по сухому островному грунту приятнее, как и крутить. На центральной площади столицы острова, города Кури Саари, раз в год точно яблоку негде упасть. Болельщики со всех концов Балтии приветствовали интернациональный состав ралли Саарема, участников заключительного этапа чемпионата Эстонии по классическому ралли. По сути, решать определенные турнирные задачи на Саарему высадилось десяток пилотов, не больше. Остальные, по традиции, приехали завершать сезон красивой с любой точки зрения гонкой. Погода не подкачала и вообще все хорошо вроде складывается. Дороги кайфовые, никакой грязи, жижи, как в прошлом году. Все вообще отлично. Российских пилотов на Саарема ралли традиционно много. В 2012-м россиянин и вовсе выиграл ралли Саарема, но прошлогодний герой острова теперь не стартует в официальном зачете. Почему? Об этом россиянин Алексей Лукьянюк расскажет сам. Ну, к сожалению, в этом году, ввиду собственных ошибок, мы потеряли шанс побороться за чемпионат. И, ну, уже не очень целесообразно расходовать большие средства на то, чтобы просто проехать. Поэтому хотелось бы, конечно, поучаствовать, но так получилось, что мы не едем эту гонку в зачете. Лукьянюк, кстати, без практики не остался. Он преодолевал маршруты Саарема ралли за рулем машины безопасности. А это Пежо 207 Супер 2000 Радик Шаймеева, официального участника гонки в зачете Р4. Причем в этом году в зачете Р4 поедут два Пежо Супер 2000, второй под управлением финского пилота Ари Лаева. Саарема, она отличается гостеприимством, прекрасной атмосферой на этой гонке. Поэтому она, я не знаю, для меня она традиционно очень прекрасна и с позитивом. Надеюсь, что все будет классно, все будет хорошо. Всем удачь. Что еще? Пусть старты совпадают с финишами. Шаймеев, кстати, затащил, можно сказать, на Саарема своего конкурента по выступлению в чемпионате Финляндии Евгения Черкаса. Так что еще один дебютант от России есть в гонке. Не года без дебютанта. Поедем, посмотрим, что такое Саарема. Уж больно Радик с Максимом. Хорошо ее прям вот рекламировали. Все еще колебались, ехать не ехать. Сказали, нет, надо, надо. Ну, раз такое дело, поедем, съездим, посмотрим. Порядка двух десятков российских пилотов были замечены на подиумной церемонии представлений. Примерно столько же финских мастеров раллийного дела. Латыши и литовцы, на удивление, оказались в численном меньшинстве. Ну и больше половины участников эстонцев. Понятно, это их территория, их чемпионат, их гонка. Гонка, которая традиционно проводится в двухдневном формате. Общее количество спецучастков 11 и вечером первого дня ралли участникам предложили преодолеть из них 4. Пока светло секцию из трех отрезков, а затем на пару километров по улицам Куры-Саара. Перед стартом у всех пилотов приподнятое настроение. Звуки первых моторов разорвут тишину острова Саарома. Интересно. Классные трассы, хорошее настроение, здорово. Догадаться, кто первым взорвет тишину острова Саарома ревом мотора своего автомобиля, было не трудно. В чемпионате Эстонии только одна машина класса WRC. Да, далеко не новая, но рабочая и стилистически доработанная. Георг Гросс задавал ритм движения потоку участников ралли Саарома. Первая секция, как мы уже отмечали, состояла из трех спецучастков и протяженность их составляла около 17 километров. Гросс выиграл все три начальных отрезка, и это вообще никого не удивило. Однако относительно немного ему проиграли пилоты зачетов N4 и R4. Таких пилотов в первой секции оказалось шесть. Это Карл Круда, Слим Планги, Мартин Кангур, Каспар Коэтла, Тиму Кырги и От Тянак. Последний, кстати, одноклубник Георга Гросса и наиболее перспективный, можно сказать, из состава конкурентов. Тянак, известно, выступает в чемпионате мира по ралли, но регулярно едет и этапы чемпионата Эстонии, на стандартной причем технике. Кроме того, От Тянак еще и уроженец Саарамы, так что стартовать на острове ему сам раллийный бог велел. Тянак, опять же, в случае победы в ралли Саарама, мог себе титул чемпиона Эстонии завоевать. Так, попутно. Основной его противник здесь Тиму Кырги. Он пилотировал на Хибисе Вансер 9-й эволюции и проехал первую секцию всего на 9 десятых быстрее Тянака. Но у Кырги было в запасе 9 турнирных очков в чемпионате Эстонии. Первое, что я намерен сделать здесь, это доехать до финиша. А во-вторых, выиграть титул, говорил перед стартом Тиму Кырги. Будет непросто, потому что в компании очень хороших пилотов надо будет ехать быстрее, чем соперник. И Кырги, и Тянак в ралли Саарама представляли группу N4, в которой стартовали 17 пилотов, в том числе 6 россиян. В первой секции Саарама ралли наиболее успешным оказался Борис Зимин, который завершил секцию 11-м в своем классе и с естественно хорошим настроением. Хорошая погода, хорошая страна, хорошая трасса. Замечательно. А вот у дебютанта Саарама Евгения Черкасова в первой секции не сложились. Его машина была замечена на старте, на первых двух допах, но потом потерялась из виду. Комментарий Евгения Черкасова удалось получить только поздно вечером. Ну так как же прошли первые спецучастки, Евгений? Прошли весело, сломали ручку переключать, ручку переключения скоростей, и на третьем допе вылетели. Ну слава богу, не сильно, зрители обратно вытолкнули. Ну в общем, темнота никак не дается. Ну так, в общем, нормально. Ну если учиться брать все вместе, вроде ничего, нормально. 11 пилотов стартовали в ралли Саарама в зачете R4. Это те же машины группы N, но с небольшими доработками, прежде всего, подвески. Больше половины машин из группы Super 2000. У лидера группы Карла Круде был в распоряжении Ford Fiesta R5, и на спецучастках первой секции он уверенно завладел групповым лидерством. Это при том, что в абсолютном рейтинге Круде стал как раз тем, кто меньше всего проиграл Георгу Гроссу на первых трех участках. Так что Круде был, как говорится, явным фаворитом в зачете R4. На вторую текущую позицию в секции наездил россиянин Станислав Травников, выступающий под флагом Латвии. Секунду Травникову проиграл Мартин Кангур, две секунды Юка Хилтонин, и Хилтонин и Кангур, кстати, ехали на фиестах R5, то есть свежайшей модификации. Весьма неплохой старт в ралли Саарама удался украинскому экипажу Качмарькова. Ребятам пришлось приехать в Эстонию на чужой машине, потому как свой ланцер с десятой эволюцией Юрий Качмарь серьезно травмировал на заключительном недавнем этапе чемпионата Финляндии – ралли Кастро, и восстановить его не хватило времени. Настроение боевое. Так что надеемся, доехать, конечно, уже до финиша, особенно после Финляндии. Так что все нормально. Боевое настроение украинцы смогли преобразовать в пятое время в зачете, доехать до финиша секции, причем самостоятельно. В общем, прошло без осложнений. Если только не учитывать первый поворот первого допа, мы там въехали в покрышку, подогнули там кое-что, но вроде доехали, так что нормально все. Кроме Митсубиси и Фордов, в зачете R4 ралли Саарама назначились два автомобиля Peugeot 207 Super 2000. Под пятнадцатым номером ехал финн Ари Лаевала, под шестнадцатым россиянин Радик Шайнин. Автомобиль-пилот команды Таифу с Казани можно уже смело называть ветераном. Одним из первых категорий Super 2000 он появился на трассах чемпионатов в Финляндии и других стран Балтийского региона. Из относительных недостатков машины можно отметить не самый быстрый ход на прямых отрезках, всего около 175 км в час. У конкурентов под 200, а то и выше бывает. Но в закрученных поворотах Peugeot Aifovce весьма проволен. В общем, пока пилота все устраивает, он стабильно конкурентно способен. В первой секции ралли Саарама Шаймиев выиграл у Лаевалы два из трех спецучастков. Так что в текущем рейтинге на финише секции оказался на позицию выше финского пилота с преимуществом в три с половиной секунды. Так скажем, размялись неплохо. В принципе, скорость нравится, но не все до конца. Мне самому пока нравится. Ну, так скажем, есть ошибки, но есть над чем работать. По сути, фраза «есть над чем работать» была привязана пилотам к одному эпизоду по ходу проезда первой секции гонки Саарама. В Эстонии на Саарама, в частности, трамплины тоже встречаются на маршрутах, как и в Финляндии. Пореже, конечно, но встречаются. На одном из самых прыгучих экипаж из Казани решил не летать. Смежевался. Надо было на все деньги прыгать. Ну вот, когда новое что-то происходит, то такой возраст все-таки такой. А, нет, не буду прыгать. Ну и фактически, я думаю, что там где-то две секунды точно мы просто отдали на ветер. А так, в принципе, темп набрали. Неплохой, я думаю. Так что сейчас надо еще завершить городской топ. Сервисный перерыв разделил первую секцию и спецучасток по улицам главного островного города Куры-Саара. Вроде бы, два километра по улицам города немного. Только улицы-то не проспекты. Асфальт, прихваченный ночным морозцем, скользкий. Ну и так далее. В общем, непростым оказался спецучасток для многих пилотов, а для некоторых и вообще последним в гонке. Станислав Травников где-то нашел бордюр, который разворотил подвеску его машины и выбыл из числа участников ралли Саарова. Радик Шамеев на улицах Куры-Саары был аккуратнее Травникова. Роковых бордюров и столбов не находил. Проехал с седьмым групповым временем, но остался разочарованным концовкой первого дня гонки. Заключительный топ смазан. Просто, не знаю, то ли перегорел, но не учел то, что на сликах. И, к сожалению, с ручником-то, в общем, были проблемы. Завтра основная гонка, будем отбивать, будем нажимать. Украинец Юрий Качмар выезжал на участок 21-м по порядку, то есть после Шаймиева и после Травникова, и нашел приключения, причем одним из первых в потоке. Какие-то зрители выбегают, фонариками машут. Мы думали, ну, просто пьяные. Потом едем чуть дальше, смотрим, там поперек дороги стол просто лежит. И куда-то в траву съехали, так увернулись, ну, так как бы экстремальненько было. Украинец проехал спецучасток с пятым, причем временем группы, и по случаю схода россиянина Травникова переместился на позицию вверх, в группе Р-4. Так что, несмотря на приключения, Качмар с оптимизмом смотрел в завтрашний день. Зачем мы сюда приехали? Надо стараться как можно быстрее проехать от старта до финиша, правильно? Так и будем делать. Во главе зачета Р-4 теперь с 20 секундами преимущественно ближайшим соперником остается Карл Круда. Он же пока сохраняет за собой вторую позицию в общем зачете гонки. На 2,8 секунды опережает лидером группы N Отто Тянако. Ну а лидером в абсолюте по итогам первого дня значится все тот же Георг Гросс, по-прежнему единственный обладатель машины WRC среди участников ралли Саарема 2013 года. Далее в программе смотрите, как участники гонки на острове Саарема встречали второй соревновательный день. Кто преуспел в процессе под безоблачным небом, кто не очень, а кто и не добрался до финиша вовсе. Финиша в ралли с 46-летней историей. Подробности второго дня ралли Саарема с комментариями участников в репортаже программы Видеоспорт. Прямо сейчас. В программе второго заключительного дня ралли Саарема значились две секции по три спецучастка плюс один спецучасток, что называется на пассажок. В принципе, довольно насыщенная программа, учитывая еще и то, что протяженных отрезков в ней два. Самый длинный – 23 километра островных дорог. Как бы то ни было, а основные интриги, если они были возможны в зачетных группах, либо убивались, либо обострялись на маршрутах утренней секции. 15, 23 и 10 километров для утренней, скажем так, разминки более чем серьезная программа. Значит, кто раньше проснется, того и ралли на этапке. Уроженец острова Саарема, по совместительству потенциально сильнейший пилот современной Эстонии от Тянак однозначно проснулся раньше всех. И побежал, бодренько так побежал, что угнаться за ним было просто нереально. На 15 и 20 километровых окресках секции Тянак одерживает убедительные победы, которые не только укрепляют его позицию лидера группы Н4, но и выводят на лидерскую позицию абсолютного рейтинга ралли Саарема. Абсолютный же лидер гонки после первого дня Саарема ралли Георг Гросс, похоже, не ожидал этакой пролети от своего одноклубника и начал пробуждаться только тогда, когда стандартный Сумбаро-Импреза Тянак объехал WRC Ford Focus Гросса более чем на 20 секунд. На третьем отрезке секции Гросс выигрывает все-таки у Тянака и слегка корректирует статистические показатели в свою пользу. Тем не менее, 15,7 секунд преимущества у Тянака остается. Это самое, что ни на есть интрига заключительного этапа чемпионата Эстонии по классическому ралли по дорогам острова Саарема. Интригующе начали развиваться события в группе N4, где лидерство Тянака было неоспоримым. А вот за второе и третье места развернулась жаркая борьба с участием как минимум трех пилотов Эгана Каура, Тиму Кырге и Сиема Планге. После первого дня гонки вторую строчку протокола группы довольно уверенно занимал лидер эстонского сезона в зачете N4 Тиму Кырге. Однако на трех спецучастках утренней секции существенно быстрее оказался Эган Каур, который мало того, что переместился на вторую вслед за Тяна композицию, но еще и с запасом прочности обзавелся. По отношению к преследователям, Кырге теперь отставал от Каура на 36,6 секунды, Планге на 44 секунды ровно. Самая проблемная ситуация обоснованно считалась для Тиму Кырге. Чтобы выиграть эстонский чемпионат в N4, ему на Саарема надо было финишировать ну как минимум вторым после Отто Тянака. А в идеале так и вообще выиграть гонку, но теперь с почти минутным отставанием от Тянака мечтать об идеальном варианте не приходилось. Синицу бы поймать. С первого же отрезка секции начал давать сбой дифференциал нашего девятой эволюции Лансера. Невесело комментировал события Кырге после финиша сеть. Сейчас на сервисе механики все поменяют, конечно, но потеряно было очень много. Посмотрим, на что мы наездим в следующей секции гонок. Из достижений россиян в группе N4 отметим десятую позицию в зачете Игоря Буланцева. Недавний лидер среди россиян Борис Зимин теперь 14-й в N4, хотя и у Буланцева по ходу секции были проблемы, которые могли повлиять на результат негативно. Ну, на шестом допе мы умудрились в узком месте в деревне развернуться, встать посередине. С четвертой попытки задним, передним, задним, передним ходом выехали. Вот, а так хорошо, очень хорошо. Настроение хорошее, дорога просто замечательная. Недооцениваешь немножко, конечно, держак. Держак очень хороший, поэтому можно валить просто гораздо быстрее. Вот, с непривычки пока не едем так быстро, как можно. В группе R4 день начался с потерь в составе участников. Юка Хилтунин, по официальной версии, не смог продолжить гонку по состоянию здоровья. А вот Ари Лайвелла выбыл по банальной причине. Морозным эстонским утром механики просто не смогли завести Peugeot 207 Super 2000 Ари Лайвелла. Не везуха одним словом. Так что в зачете осталось теперь 8 экипажей. Безоговорочным лидером группы на участках секции был, как и во всей гонке, Карл Круда. Он довел свое преимущество на ближайшем из соперников до минуты с лишним и теперь мог спокойненько доезжать в гонку без лишнего риска. Да, в группе у меня все в полном порядке, говорил во время сервисного перелыва Кавру Круда. Но теперь я хочу еще и в абсолюте проявить себя. Почему бы не подтеснить с лидерских позиций гросса и тянута? Попробовать-то мне это сделать никто не запретит. Что ж, хозяин барин, как говорится. А в том, что Круда задорный пилот, можно судить и про скраски машины, и про скраски комбинезона эстонца. Мартин Кангур неизменно второй пилот в рейтинге группы Р-4 с самого начала ралли с Ааром. А вот за третье групповое место велась прям-таки интернациональная война между украинцем Юрием Кочмарем, финном Томи Тукинином и россиянином Радиком Шаймиевым. Украинец умел запастись преимуществом еще в первый день гонки. А вот утренняя секция дня второго это преимущество несколько ослабило. С утра что-то так было очень холодно, поэтому очень скользко было в лесу. На открытом было более-менее нормально, поэтому не могли найти нормальный темп, проехали очень слабо. И только к третьему допу чуть-чуть вроде начинаем опять возвращать какие-то... Какое-то появилось, вернее, понимание дороги и управления этим автомобилем. Финский пилот ехал стабильнее. Его Ford Fiesta Super 2000 держалась в шести секундах от украинского Лансера 10-й эволюции. Раньше Тукинина на гонках нам встречать не приходилось. «Мы совсем недавно решили начать ездить несовременной техники и пока довольны тем, что не плетемся в хвосте зачета», говорил Томи Тукинин в одном из перерывов. «Накатать уверенность в своих силах вот наша основная задача на ралли САРАМА». Экипаж команды ТАИФ, Радик Шамеев, Максим Цветков в целом должны были быть довольны своим проездом спецучастков утренней секции. 15-километровый отрезок ребята преодолели пятыми в группе. Но самый протяженный, 23-километровый ТАИФовцы промчали с третьим групповым результатом. И это при том, что шестой по порядку спецучасток был одним из самых ходовых в гонке, где машины летели со средней скоростью 122 км в час, то есть иногда достигали 200 и выше. Это была просто норма. Главная проблема, конечно, отсечка. 172 км в час и все. Мы очень много теряем на прямяках. Очень много. По итогам секции Шаймиев сохранил перспективу доехать до третьего группового места. Но для реализации этой перспективы нужно было рисковать на отрезках следующей секции. Кроме Шаймиева, в зачете Р-4 ехали еще два россиянина. Михайлов и Василевский. Василевский как-то сразу ушел в тень и на финиш седьмого спецучастка проигрывал тому же Шаймиеву порядка 12 минут. Михайлов держался увереннее и отставал от татарстанца на минуту с небольшим. Мы поскользнулись в одном повороте и потом долго ловили машину, но остались на дороге, слава богу. Следующая секция ралли Саарема со всех точек зрения была определяющей и по сути решающей. Три спецучастка общей протяженностью 40 км крайняя возможность заинтересованным в результате пилотам достичь чего-либо. В этой связи определенный плюс в секции заработали таифовцы на трех отрезках они дважды объехали финский экипаж и один раз украинский. Где пометки поставили, на второй раз там уже ошибок не делали, ну и соответственно время привезли лучше на второй проезд. На финишном участке секции казанцы были близки к тому, чтобы наконец-то сместить с четвертой позиции финнов. Но до исполнения желания не хватило всего ничего, каких-то полсекунды. Но и дефицит перед украинцами тоже существенно был уменьшен. На втором проходе всегда потяжелее, потому что много камней появляется, разрытая трасса, ну в принципе все удачно пока складывается. Острота конкуренции заставляет рисковать и ошибаться. Так Юрий Качмар совсем не хотел проигрывать и однажды был наказан трассой. Вот на последнем спецучастке, по-моему на десятом, в одном из поворотов не успел затормозить и проехал мимо поворота. К тому же еще заглох, пока выезжал, задние включал, то есть потеряли много. Хотели сэкономить на торможении, но вот потеряли больше. Самым спокойным из россиян на финише секции был Александр Михайлов. Спешить ему в группе Р-4 было уже некуда, отыгрывать не у кого и нечего. Ехал, что называется, в свое удовольствие. По пилотированию такие кое-какие ошибочки были, но мы уже едем с запасом большим, чтобы финишировать, чтобы не обращить прекрасную гонку. В группе Н-4 секция еще сократила количество участников. От россиян гонку покинул теперь Игорь Буланс. И на десятой позиции значился теперь Юрий Сидоренко. Однако в общем протоколе гонки показатели Сидоренко тянули только на 26-е рейтинговое место. Еще ниже располагался Евгений Черкасов. С первого свидания, как говорится, с островом Саарома крепкой дружбы не получилось. И снова, по словам пилота, из-за технических проблем. Рычаг, коробки переключений. Вот, меняем. Слава тебе, Господи, в последнем повороте последнего спецучастка. В группе лидеров зачета Н-4 ничего в корне не поменялось. Тиму Кырги, конечно, сократил отставание от Эгана Каура вдвое, то есть до 19 секунд, но вряд ли это могло быть серьезным утешением для Кырги. Он третий в рейтинге, тогда как Тянок первый, а значит шансы на эстонское чемпионство тают на глазах. Теперь только чудо могло помочь Тиму Кырги. Я все понимаю, говорил Кырги на последнем в гонке сервисном перерыве. Шансов объехать хотя бы Каура почти нет, но за это почти я буду усиленно цепляться на последнем спецучастке. Бог в помощь, что еще можно сказать? Особое внимание по ходу заключительного 11-го спецучастка ралли Саэрома было приковано к противостоянию Георга Гросса и Отто Тянок. Гросс во что бы то ни стало стремился реабилитироваться и отыграть на 10-километровом участке 4,4 секунды у Тяна. В его распоряжении напомним самая мощная машина в гонке и проигрывать Гроссу было ну просто не к лицу. То ли Тянок на заключительном отрезке успокоился, то ли Гросс действительно включил свой максимум, а Форд Фокус WRC все-таки выиграл у стандартной Субаро-Импрезы. Выиграл 2,4 секунды. В общем, победа-то неубедительна. В свою очередь Оттянок уверенно отпраздновал победу в группе Н4 и при помощи Эггана Каура убрал с пути к чемпионству Тиму Кирги. После финиша недавний фаворит чемпионата Эстонии, а теперь только серебряный его призер, с трудом подбирал слова. Видимо, свыше было больше удачи посланной моим конкурентам, а не мне. Я не смог выполнить задачу и очень сожалею по этому поводу. В группе Р4 судьба первого и второго мест была решена загодя. Карл Круда и Мартин Кангур были вне конкуренции. На заключительном отрезке гонки решалась судьба третьего подиумного места. В привилегированном положении был украинец «Кочмарь», которому не было нужды рисковать. Он и добился в итоге групповой бронзы. Жаль, что закончилось. Потому что в конце так более-менее начало получаться. Хотелось бы еще буквально два, может быть, максимум три спецучастка. Но, в принципе, мы очень довольны. Проехали, машину сохранили. Да, в принципе, все хорошо. Чтобы на флажке все-таки догнать украинца, россиянину Шаймиеву надо было в заключительный отрезок ехать в режиме абсолютного риска. Снимать с километра почти по две секунды. Цена такой скорости как минимум пробитые колеса, как максимум аварийный сход. Турнирных задач и интересов в Эстонии не было. Так что пилот подошел к вопросу в здравом уме. Я решил, что лучше сохраниться и на позитиве проехать. В итоге в активе казанского экипажа Шаймиев-Цветков пятое групповое место в ралли Саарома 2013 года. И, заметьте, лучший, абсолютный результат среди всех российских пилотов, которые принимали участие в гонке. Напомним, в ралли Саарома стартовали 150 экипажей, а по его ходу по разным причинам сошли более 60. Так что финиш в легендарном 46-м по счету ралли, да еще и в числе лучших 15 пилотов, достойное завершение раллиного сезона. Слава Богу, финишировали. Финишировали для себя неплохо. Я надеюсь, все позитивно, все классно. Напомним, сезон 2013 года для чемпиона Европы по автокроссу Радика Шаймиева был девятым в классическом раме. Следующий сезон юбилей. И до его начала остается всего-то три календарных месяца. Так что с наступающим можно сказать. Это видеоспорт. Всем удачи, всем победу. Субтитры создавал DimaTorzok